о пропаганде в церквях вчера знакомый священник протестантский мне принес книжку не верь всему что говорят джона джоша макдауэлла и боба хостеттлера весьма забавная книга я честно говоря не понимаю почему он мне ее дал эту книжку потому что ведь я же ему сказал что я ученый я ученый библеист я много лет работал с библией с различными справочниками с библией на многих языках короче со всем объемом информации много лет с утра до вечера я работал и он мне дал эту книгу ну всю книгу я не стал просматривать даже я просмотрел только то что касается того того че что я что я очень хорошо знаю я изучал больше всего период исхода библейского из египта ну то есть это первые несколько книг библии бытие слишком древние я бытие ну естественно я все это читал и бытие тоже читал но конкретно вот очень досконально я исследовал книги исхода и последующие несколько книг и вот думаю дай-ка я посмотрю ну проверю эту книгу стоит ли ее читать ну и зашел вот мифы о библии миф о том что библия просто еще одна великая книга и тут утверждается что это вот одна единственная книга и что других книг как бы рядом не стояла вот и в общем после таких утверждений что но да действительно библия это это не одна книга вообще-то библия это сборник книг которые объединены в такую одну большую книгу библия причем эти книги они разнородные их писали разные люди и иногда они противоречат даже друг другу иногда они по духу разные по стилю они разные это в общем-то довольно таки разнородный материал это библия но прежде всего библия это исторический материал это хроники что делали как делали кто делал вот и вот вот однажды ко мне приехал представитель издательства пишет автор выпустившего серию книг под названием великие книги запада то есть всего запада и он искал продавцов для книг этой серии и потратил 5 минут на то чтобы рассказать мне об этой серии и после того как он закончил вот автор этой книги полтора часа ему говорил про библию то есть тот пять минут потратил а этот полтора часа говорил о библии и вот это как бы доказательство какое-то предъявляется как некое доказательство вот дальше да и вот что самое интересное вот в этой книге в конце каждой главы убедись сам написано убедись сам и чтобы убедиться в нелепости мифа о том что библия это всего лишь еще одна великая книга прочитай стихи этой библии на которые указывают ссылки внизу то есть библия сама о себе как бы доказывает то есть для того чтобы убедиться в том-то и том-то тем людям которые сомневаются в чем-то в библии да нужно именно заглянуть в библию и там они найдут опровержение потому что там-то и там-то написано то-то и то-то но это немного странно как это если человек к чему-то относится критически и нужно отсылать его к тому объекту которому он относится критически и тот объект ему скажет что он вовсе не такой и осякой ну как это логически как-то это вообще неправильно то есть для того чтобы ладно не буду повторять я думаю что для многих это понятно библия и швейцарский сыр глава да вот очень интересная глава очень часто те которые делают ну критические заявления и значит про дыры всякие в библии про ошибки в библии да вот и автор утверждает что на самом деле никаких дыр в библии нет и она не пестрит ошибками удивительно да и тут он опять же ссылается на саму библию которая естественно утверждает что мне нет никаких ошибок вот да и вот следующая глава библии и испорченный телефон она в принципе об одном и том же об ошибках в библии да что библии это не испорченный телефон и вот да относительно нового завета автор аргументирует это так что вот мол ну вот интересно он тут немножечко перевирает да ну ну немножечко перевирает ладно он пишет что после событий нового завета прошло только мол 25 лет после последнего события нового завета то есть после первых событий нового завета прошло получается на сто лет больше то есть 125 лет до и вот готова 24 тысячи больше чем 24 тысячи копий ну евангелии что ли непонятно чего дело в том что евангелие в том виде в котором оно существует сейчас оно появилось собственно не так уж и давно наверное может быть лет 300 400 и она и сейчас имеет разные на разных языках немножечко разные версии евангелии и разный состав вообще нового завета вот то есть автор немножечко так сказать ненужные факты не упоминает что библия она продолжала формироваться все время и только в последнее время с началом эпохи книгопечатания наконец-то появилась возможность зафиксировать что-то ведь ну например острожской библии было изготовлено 300 экземпляров примерно да может больше там двумя партиями кажется и выпускали и вот до наших времен дошло вполне много вполне ну больше нескольких штук этих экземпляров то есть вполне так сказать зафиксировали этот вариант этот вариант эту редакцию библии вот она значит 1600 не помню какого года вот с головы выскочила ну то есть на 400 с лишним лет зафиксировали вот а до эпохи книгопечатания рукописные книги в том то дело что они как раз-то и пестрили но не ошибками ведь то есть не опечатками вовсе когда я исследовал библии я открыл что это некий такие вот тенденциозные такие умышленные искажения когда но изначально самых старых вариантах библии пишется что бог при исходе народа моисеева из египта бог развел но там немножко по-другому написано да там разделил воду написано что разделил воду и вот они по этой разделенной воде прошли вот моисей распределил полки на все общество на двенадцать колен колон и вот эти камни колонами прошли на четвереньках причем и в традиции которая сохранилась то есть есть кроме библии есть еще много различных всяких песнопений там но различных различных писаний которые как бы просто передают традиции некий и вот там есть такой канон в котором поется что они прошли ну практически по льду там на четвереньках вот и это вот море стало яки плева ну понятно что а если вчитаться в древний тексту там он воду разделил когда вода замерзает она разделяется на твердую и на жидкую ну понятно вот а потом уже в следующем варианте библии и да и войска фараона эти прошли ночью на четвереньках утром рано утром а фарон увидел их на том берегу а кстати как можно на красном море увидеть их на том берегу когда ну максимум даже самым зорким зрением можно увидеть человека ну пять километров все больше без бинокля не никого не нельзя увидеть а те видели ясно людей на том берегу вот так как раз керченский пролив я не то чтобы не боюсь об этом говорить да мне все равно потому что я очень мало известный и в принципе так сказать большие кар на себя не навлеку а там-то как раз и видно вот а в дальнейшей редакции да и фараон с войском как раз на лед толпой кучно зашли и лед под ними проломился и в библии написано что они пошли на дно пошли к потонули как камень а как можно пойти на дно уже быть бывши на дне ну понятно что просто люди до того удивительные создания что они слепые они не видят тут перед их глазами буквально текст у них отключено это у них им уже задано направление в котором надо мыслить и они уже просто не видят этот текст который перед глазами они там ну как то по-другому его воспринимают вот а в следующем в следующей редакции библии которая кстати признана как бы вот официально уже это вот rbo русское библейское общество там ну еще до нее в синодальной библии по моему да и скромер был еще какая то есть и забыл короче дальше по градациям бог не только развел воды но он еще и высушил дно потому что ну невозможно пройти по дну моря потому что большие осадочные ну ил вот ну метры буквально метры десятки даже может быть метров ну то есть там невозможно не пройти не проехать и это стало известно только в то время когда эту библию уже редактировали потому что раньше мне было известно как там на дне морском особо сейчас мы узнали сейчас люди корректируют библию соответствии с новыми знаниями вот а в следующей версии библии уже отредактировать не только высушил дно моря но еще и выровнял уны дно моря вот а на самом-то дне ли там слова не дно одну ко дню ну ладно пень просто кто захочет почитать он пусть почитает мои тексты там буквально я ссылку положу под этим видео там надо дождаться загрузки ссылки потому что большой файл большая таблица и там можно прям до деталей прочитать чего и как до детали у кого-то есть склад такой характера любит детективы кто-то да кто-то дотошный человек вот пусть они почитают и убедятся здесь действительно убедятся когда по самой библии все там вот а здесь вот он аргументирует что спустя якобы 25 лет после событий нового завета существовало 25 тысяч больше чем 25 тысяч копий и все они вроде бы как дошли до нашего времени подразумевает автор да а вот мол но это вранье потому что нету такого количества идентичных рукописных копий а вот цезарь после себя оставил да то есть после время написания цезаря до из до копий этих книг прошло около тысячи лет и дошло 10 копий всего и мол ну и другие тут авторы и мол вот учителя всякие профессора не усомневается в подлинности вот этих книг но тут есть тут тут опять же автор упускает такую вещь дело в том что ну допустим до нас дошли в неизменном виде за зарисовки гороскопов то есть это расположение небесных планет в в поясе гороскопа по эклиптике вот это в поясе этих созвездий по которым ходит солнце по пути солнца и вот в наше время открутив эти планеты мы можем с точностью ну иногда с точностью буквально до часа до дня до часа в других случаях может быть более грубее когда только медленные планеты указаны а когда еще луна указана и какие-то более быстрые планеты то мы можем до сущности до дня определить когда же это событие было и вот их не тронули эти гороскопы не тронули не редактировали потому что не могли их расшифровать они не понимали какая у них дата там за не зашифрована а какая дата записано в этих гороскопах просто тем что это это небесные часы это стрелки часов планеты это стрелки вот они все попеределали все даты попеределали в тексте но гороскопы они не тронули они не соображали что там тоже дата и вот сейчас гороскопы расшифровываются и гороскопы очень точно показывают на какое-то какие-то какое-то было время причем при всем при том что все гороскопы которые дошли до нашего времени ну может быть случайно какой-то пострадал затерли или там случайно там его переделали но почти все подавляющее большинство все гороскопы практически все они очень хорошо согласуются по времени вот например вся все гороскопы египта по фоменко и носовскому показывают но на от 9 века нашей эры до даже 18 а в среднем на по моему там большинство на 13 век указывает то есть это говорит о пике развития нашей эры древнего вот египта не библейского а вот нынешнего египта опять же библейский египет и нынешний египет это разные абсолютно разные местности да и вот опять же вот да мол самой да вот он пишет мол каждая копия должна быть ну ладно это без правды вообще как бы никакого отношения не имеет да и вот каждая копия должна каждая буква должна быть переписана то есть не слова он посмотрел на слова и слова переписал нет каждую букву в этом слове должен переписать потом каждую букву количество букв пересчитать потом каждая буква она заши она имела ну значение цифровое они должны были подсчитать строчки сумму этих цифр и якобы как бы подсчитывать Нет ли какой-то ошибки потом в целом в Библии И, что самое интересное Он пишет, автор этой книги Что если вдруг хотя бы одна ошибка Случайно писец допустил одну ошибку Выбрасывали рукопись Вот интересно Он рукопись переписывал целый год И что ему Вот он случайно какую-то ошибку Может быть он ее исправит Может быть он там рисунок разместит Или еще нет, выкинуть Но это же так не было, не может быть просто Потому что это очень было дорого Вот И Вот Автор не упоминает Этой книге об Александрийском Допустим, кодексе Об его истории О том, что этот кодекс был изготовлен Ну уже в В эпоху существования фотографии И Создание фотокопий Когда этот кодекс был Ну Не фотокопирован Были очевидцы Которые работали с этим кодексом Изначально И он был Новодел Это был новодел И вот потом Его состарили И его представили Как древнюю рукопись Но Опять же Были живые свидетельства Что Ну в общем История этого кодекса Это тоже описано в интернете Хорошо Но не там Где Те Которые хотят представить Что это вот Ни одной буквы Там Не изменено И все такое А вот там Где У историков Те Которые не имеют Никакого отношения Никакой пропаганде Вот Ну хотя бы У финн У Фоменко и Носовского Там есть история Этого кодекса И они Естественно Брали это все В каких-то Источниках Не сами Они придумали С потолка А брали В каких-то Источниках Да вот Все что здесь Написано Мне это смешит Потому что Я лично Ну например Есть такой Опять же Переписчик Можется Переводчик Вот я забыл Даже как его зовут Видимо В Украине Который перевел Астрожскую библию На украинский язык Рафаэль Он протодиакон По-моему Не помню точно Его сам В украинской церкви Рафаэль По-моему Его имя Игумен Ну как Как там Монах Не знаю В общем Это такое Как бы Звание Оно Номинальное Он Обладатель Премии Имени Шевченко За то Что он перевел Астрожскую библию На На украинский язык Я работал С этой Астрожской библией И я нашел Ошибку Причем Очень важную Ошибку Он В имени Города Который стоял На реке Нил Библейском Он допустил Ошибку Я ему Об этом написал И он Мне ответил Ну что такое Ну бывают ошибки Что такого Вот так он мне ответил То есть К вопросу О недопущении Даже Не в едином Не в единой букве Ошибки А тут целое слово Он попереначил Он признал Свою ошибку У меня есть Емейл От него Он сказал Ну может быть Может быть Причем Он Это не просто Была опечатка Это Умышленное Изменение Имени города Чтобы он был похож На название Славянского города Не знаю Так переводчику Захотелось Он стал Соавтором Библии И вот опять же Вот в этой Главе Главе Которая называется Как же она называется Тут Библия И игра Испорченный В телефон Убедись сам И чтобы убедиться В нелепости Мифа О недостоверности Библии Выполни Следующее упражнение Вставь пропущенные слова В библейские стихи Ну я пошел Посмотреть И там В тех местах Которые указаны Там везде написано Что вот Бог дал на века Этот текст Он неизменный Ну я своими словами То есть Ну вот как бы В самой Библии Утверждается Что она неизменна И это как бы Это удивительно Это Как сказать Вот вышел человек В сталинское время Из тюрьмы Вот без прописки Не дают работу Без работы Не дают прописки А здесь получается так Чтобы убедиться В нелепости мифа О недостоверенности Библии Почитай В Библии это написано Что Библия истина В Библии написано Вот ты убедился В нелепости мифа Ну Да Это удивительно Быль или не быль Опять же Вот Человек ходит по воде Мальчик накормил Из одного пакета С ланчем Ну тут такой язык Конечно какой-то Странный Тысячи людей Но тут не про мальчика Речь А тут про том Что Накормили пять тысяч Человек Значит пятью хлебами И двумя рыбами Накормили они Несколько тысяч Человек Пять тысяч людей Накормили 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 Свою еду Что тут непонятно Это никакое не чудо Тут вопрос о другом О том что люди не хотели делиться Они не хотели доставать еду Боясь что кто-то попросит И когда пошел этот процесс Процесс просто Того чтобы достать и поделиться Оказалось что у всех довольно таки много И что помочь окружающим не так уж и трудно Потому что еды хватило И лишних там нас собирали сколько-то коробов Вот о чем речь Вот о чем чудо И так во всем Вот чудо перехода Черного моря Не Черного Не Красного моря Черного моря По льду Чудо было в том Что за ночь образовался лед Очень быстро образовался лед Опять же была же тьма Казни египетские Естественно си нету солнца Много-много времени Резкий мороз Все замерзает Опять же попортились там Ну там описано все эти казни египетские Это все связано с вулканической зимой И вот чудо было в том Что льда не было Было море А потом бац И под утро лед И они перешли под этому тонкому льду Они смогли перейти А войско фараона утонуло И вот в этом было чудо для них Но они то знали Что это было Чудо было не в том Что там А потом они Как Люди тянутся к простому Они решили упростить чудо Бог мол развел так воды Как развел борщ Там у главного героя В фильме Я уже забыл У Джима Керри Да там развел он Это борщ у себя в тарелке Или суп Что он развел Вот тип того То есть даже фильмы снимают На эту тему То есть у людей Теперь много фильмов Много Так кстати То есть не то что он написано В библии реально А много вот это вот пены В голове у людей Да И так кстати во всем И вот на проману Вот например про пустыню То что кругами водил по пустыне Они заблудили 40 лет Почему так получилось В библии вообще-то написано Три пустыни Син, Син и Синай И вот в современных библиях Имя этих трех разных пустынь Превратили в одно И получилось Они ходили кругами Во-первых А потом они не вовсе Вовсе не заблудились Они целенаправленно шли Убивать и грабить Ну по пути грабить Им то есть нечего было Вот И целенаправленно шли В богатую теплую местность Куда они таки дошли И завоевали И убив местное население Практически все Вот Ну ладно То есть Я немножечко не понимаю То есть ну как Естественно я могу У нас есть какой-то Так сказать Вот Узкая колея Там западная Вот широкая колея Там Советский Союз Да Вот у нас есть некий там Модуль Который позволяет Эти вагоны Перегружать с одной колеи На другую колею И так как-то общаться То есть у меня с этим Освященником Все-таки есть Какие-то общие темы И мы можем что-то обсуждать Но что я могу обсуждать С Простым человеком Да Я не буду уже никак его Обзывать этого человека Простым человеком Который эту книжку прочитает И целиком Согласится с этой книгой Она очень примитивная Эта книга Тут в основном Бла-бла-бла В этой книге В основном Бла-бла-бла-бла Там С нескольких десятков стишков Приведенные из Библии А все остальное Бла-бла-бла Причем Это все как бы Мягко говоря Неправда Все О чем я буду разговаривать С этим человеком Если он уже укоренился В этом Ему не нужны Никакие больше доказательства У него Это так сказать Чопик Чопик Вот растет ветвь Которая дает ветки Эти ветки дают листья Это все дает плоды И вот Обрубили эту ветку И чопик поставили Чтобы росточек дальше не пошел Вот это чопик Чопик И рекламу по телевизору Я смотрю Чисто из Из любви к искусству Потому что Вся реклама Это прежде всего Искусство Вот Искусство Пропаганды Иногда это художественное искусство Вместе с искусством пропаганды Иногда интересно Как реклама построена Чтобы зазомбировать людей Вот То есть Ну и поэтому Меня эта реклама Никак не трогает Да Но эта книжка Она опасна для тех людей Которые все-таки Хотят узнать Истину И Как это не смешно Но Но я понимаю Дело в том Что все церкви Они По сути Являются телами Так сказать Телами Квазисуществами В которых Люди это клетки И вот им нужно Как можно больше клеток Этих Чтобы нарастить свою массу И чтобы значит Как-то с собой там Конкурировать И как-то друг друга Оттеснять Поедать И так далее То есть Я понимаю Что это просто Такой инструмент Завоевывания Вот этих клеток И Ну О чем я могу Говорить Вот с этим священником Который дал мне эту книгу Поскольку он проигнорировал То что я Работал с первоисточниками Со сканированными На многих языках Много лет Причем Не просто как бы читал Многие люди Читают Библию Десятилетиями Мой дядька делал вино Сорок лет Он делал его неправильно Он просто не понимал Что надо от воздуха Изолировать вино Иначе оно скиснет Он Сорок лет Он пил уксус И я просто взял В библиотеку Книжку Прочитал И сказал Дядька Надо Изолировать от воздуха То есть Библию можно считать Хоть тысячи лет И это не будет Никакого смысла Нужно преодолеть Некий барьер Когда ты Начинаешь понимать Текст Когда ты Начинаешь понимать Где в тексте Искажения Где умышленные Искажения И какая тенденция Этих искажений Чего они хотели Что они имели ввиду Искажая текст И Я уж точно Знаю Что Библия Это весьма Это летопись Во-первых Это летописи Прежде всего Прежде всего Это летопись По основе своей За основу Берется всегда Какие-то факты жизни Потом эти факты жизни При написании Библии Уже искажаются То есть Это летопись Но это летопись С пропагандистским налетом Следовательно Уже в момент написания Это уже была неправда А далее Потом эту летопись Каждое следующее поколение Присобачивало Под себя И эта летопись До того искажена Но Те возможности Которые были В старое время Они Не были таковыми Что их Можно было Восстановить Тот Первоначальный текст А нынешние возможности Когда В программе Например Я работал С программой Байбл Девятой версии Где я мог Иметь Доступ К Оригиналом Старых кодексов И Отдельно я мог И сам скачать Какие-то кодексы И что самое важное Я мог там Просматривать Библию Ну Просматривать Какие-то фразы Слова Какие-то сочетания слов То есть я смог Мог Быстро Всю библию Сканировать На разные Как бы Слова Или понятия Или имел Опять же Я имею Словари Разных Разных языков Причем и древних И эти словари Очень качественные Они дают Много Вариантов слова Они дают Пояснения И я могу По словам Зная Ну Имея какие-то Способности к лингвистике Более-менее Точно что-то перевести Конечно Я мог допускать ошибки Но все равно Потратив Какое-то время Весь принцип То в чем Принцип в том Чтобы направить Энергию В какое-то очень маленькое Время Ну энергия Что такое Это время И мозги Наши анализ На какой-то На какой-то Маленький участок И там мы сможем Узнать истину И потом Мы можем Наращивать Потихоньку Вот это как Некая точка Кристаллизации И Немоверными усилиями Потратив Годы Никакие там Не полчаса Там час На прощение Этой книжки Может ну Кто-то может быть И день потратит На нее И может даже Неделю Если медленно читает Вот А потратив годы Кропотливого труда Аналитика С анализом Этого всего То есть не просто Бездумно читать И тут же забывать Как иной раз Я задумаюсь И читаю Книгу какую-то Задумаюсь Я целую страницу Глазами пробегу А я не понял Что я там прочитал-то ведь Вот Ну Для кому я это все Не знаю Честно говоря Наверное сам себе И вот Поэтому я От этого священника В принципе Ничего не жду И Не хочу быть Никак от него зависим Потому что Будучи зависим От кого-либо Мы Попадаем в опасность Мы свою душу Как бы Люди могут этим воспользоваться И Что-то в нас Внутри сломать Вот как бы По дружбе Или там еще Из чувства признательности Я вроде бы должен Положительно Отозваться От этой книги А эта книга Лично для меня Это Ну это агитка Это довольно-таки опасно Для меня это не очень опасная вещь Поскольку Но я знаю Что и как Тут Для людей Очень опасная вещь И что я могу сказать Ему Чтобы его не травмировать Или чтобы Он что не понимает Например Что это за книга Вот для меня вопрос Понимает Или не понимает Что это за книга